Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.10 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». Микрофон хрипит сегодня Светлана Занько. Всем добрый день. И сегодня особое мнение Елена Шмулевич, редактор информационно-аналитического телеканала «Ренкиров». Добрый день, Лен. Добрый день. Хрипит. Хрипит, хрипит, храня и клёзы. Я, честное слово, думала, что я лучше буду звучать сегодня. В этом есть некая прелесть, я бы сказала. Буду действительно меньше говорить сегодня. Благо и программа это позволяет. Давай начнём с хороших новостей, кстати. Город полон хороших новостей. Куда пропала твоя программа с репортера «Хорошие новости»? «Хорошие новости» никуда не пропали. Я ещё раз повторюсь. Город полон хороших новостей. Я уезжала в отпуск. Это тоже хорошие новости. Для меня, по крайней мере, точно. То есть мы можем ожидать ближайшие. Да, да, да. Тем очень много. У меня прям вот глаза разбегаются, руки разрываются. Хорошо, отлично. Есть о чём поговорить. И мы тоже с хороших новостей начнём. Давай. Вся страна отмечала третью годовщину присоединения Крыма. Буквально в эти выходные присоединения Крыма к России. Или воссоединения, или как хочешь. Киров тоже. Театральная площадь была заполнена народом, судя по репортажам, которые мы можем посмотреть в СМИ электронных. Слова от первых лиц прозвучали. И о больших перспективах и приобретённом богатстве в виде двух миллионов россиян. Владимир Васильевич Буков художественно очень нарисовал нам эту картинку. Ты как относишься к этой дате? И как считаешь, стал ли этот праздник всенародным действительно? Я никак не отношусь к этой дате, потому что я понимаю, что есть куча всего, чего я не знаю. И, возможно, тема Крыма была политической необходимостью. То, что произошло. Может быть, это надо было сделать как-то по-другому. Может быть, это надо было сделать более мягко. А может быть, просто более продумано с более далеко идущими просчётами экономическими и всякими другими. Я не готова давать оценку, потому что здесь, я ещё раз говорю, очень много политических и стратегических подводных камней, на мой взгляд. Вполне возможно, что это был один из таких необходимых вариантов. Праздником, конечно, я не готова это считать. Но вот лично я рада за тех, кто радуется. Они должны понимать, что они таким же образом празднуют и трёхлетие со дня или с начала введения санкций и далее идущих последствий. Кстати, недавно Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, сказал, что, конечно, в том числе и президенту понятно, что, наверное, не всё сделано так, как хотелось бы. И что, да, действительно, экономические последствия достаточно тяжёлые для всех. Но, тем не менее, он оптимистично закончил эту мысль тем, что не надо считать их непосильными для России. Я вообще считаю, что для России непосильного мало, если ничего, собственно говоря, нет. Исходя из этого, да, может быть, и всё нормально. Ещё раз повторюсь, что праздником мне считать это сложно. Но, может, для кого-то действительно праздник. Хотя я не понимаю, но те, кто любит Крым почему-то, они раньше могли туда ездить, сейчас могут, собственно говоря, это есть. Ну, раньше было чуть дешевле, как мы понимаем, сейчас чуть дороже. Возможно, людям, живущим в Крыму, стало лучше. Я за них рада. Ну, вот, по крайней мере, я по отзывам. Хотя я сама не была в Крыму, поэтому, наверное, моё мнение такое будет очень специфично, очень узкое, предположительное, будем говорить. Вот. Ну, я слышала о том, что люди довольны, которые живут в Крыму. У них как-то и дела лучше пошли там, да, с точки зрения появления каких-то денег, дополнительных инвестиций. И я за них очень рада, за этих двух миллионов россиян, но надо понимать, что остальные 150 миллионов стали жить немного хуже. И прямая тут связь или нет, но косвенная, безусловно, есть. Поэтому, ну, вот, а чего празднують-то, я не знаю. Ну, у нас сейчас принято, в общем, ведь, на самом деле, менталитет такой вот всенародный, он ведь, я не знаю, может, это хорошо, это опять хорошая новость. Мы ищем хорошее во всём. Ну, вот взяли и сделали из события праздник, ну, чем плохо, ну, пусть будет праздник. Ну, с точки зрения пропаганды, это безусловно правильный шаг. Ну, наверное, но в любом случае, если люди жаждут праздника, то дайте им повод, и пусть они празднуют. Я не знаю, читала ли ты репортажи с театральной площади. Есть очень хорошие, правда, вот мы с портала «Свой Кировский» тоже сегодня разместили в блогах на нашем сайте, хакира.ру. Хороший очень репортаж такой. Складывается ощущение, что, несмотря на то, что, естественно, была массовка из представителей общественных организаций и студентов, да, ну, общественники, может быть, конечно, они вышли и по доброй воле, и счастливы находиться там. Но студенты всегда использовались как массовка, мы с тобой это знаем, мы тоже были студентами, и ничего не поменялось, по-моему, с тех времён. Вот. Но очень интересно, как описывается приезд людей из районов. Это было такое ощущение, это был такой, знаешь, выезд в Киров. Раз в год мы приезжаем в Киров на митинг в честь присоединения Крыма. Ну, чудесно, видишь, у людей, правда, праздник. Я тебе больше скажу. Я знаю людей, которые, правда, совершенно искренне, это не глупые люди никакие. Совершенно искренне рады присоединению Крыма. Когда я их спрашиваю, ну, вот ты можешь мне как-то разложить по полочкам вот чему-то? Не могу. Просто рады, и всё. Ну, почему нет? Ну, почему нет? Может, это действительно какой-то код и какая-то скрепа, которая заложена? Людям кажется, что в какой-то вот отдельной части жизни их страна победила. Но, к сожалению, всё остальное, в общем, не внушает оптимизма. Ну, не всё остальное, а многое не внушает оптимизма, да. И жить где-то становится тяжелее людям, сложнее. Причём всем абсолютно. Ну, там, на улицах как-то климатические условия. У меня есть очень мудрый сосед, который говорит, что счастье – понятие климатическое. Я его не устаю цитировать. Да, то есть климат тоже тут вот. Уж никого не обвинишь, ни власти, никого. Ну, не много поводов для радости. И поэтому, ну, вот им кажется, что это победа их великой страны. Кусочек солнца в наши окна. Это вызывает, да, кстати. Пусть и недостижимые, да? Ну, почему недостижимые? Я думаю, что людям в Крым поехать, наверное, проще, чем куда-либо там в дальние страны с солнцем. Мы с тобой не пробовали ведь этого, да? Ни с чем сравнивать. Поэтому, да, нужно относиться к этому, соответственно. Вот поедем в Крым, Света, посмотрим, как там на самом деле. С журналистским заданием. Да, и уже будем тогда рассуждать, по крайней мере, на основании. И это особое мнение Елены Шмулевич, редактор информационно-аналитического вещания Рен Киров. Вот, да, ты уезжала, тебя какое-то время не было в городе. Вот ты вернулась. Конечно же, села там за руль своего автомобиля. Не знаю, ходишь ли ты вообще пешком. Но состояние тротуаров ты оцениваешь всегда. Это можно видеть по твоим сюжетам в новостях. Вот в каком состоянии ты нашла наши дороги после долгой зимы и наши тротуары? Ну, очевидно, да, что я нашла их куда более плачевным, чем оставляла. Потому что сколько ты снега скрывала, то, что было, собственно говоря, под снегом. Я сделала такую штуку. Я накануне, собственно говоря, выпадения первого снега осенью, сейчас не помню точную дату, она стоит на видеосъемке, объехала дороги, и мы сняли то, что происходило вот на центральных улицах. Это на случай того, чтобы нам не рассказали, что это всё из-за потайки снега произошло. В общем, ничего отремонтированного не было, несмотря на то, что власти города в прошлом году говорили, что к 9 мая, вот примерно в это же время они говорили, что к 9 мая каждая улица будет отремонтирована. Я не знаю, какая улица имелась в виду. Насколько я понимаю, улицы с названием «каждая» у нас в городе нет, поэтому никакая улица не была, судя по всему, отремонтирована. А 9 мая тоже, я не знаю, какое имелось в виду. 9 мая ведь есть в каждом году. То есть, в общем, их, так сказать, как-то приезжать и призвать к ответу, наверное, и не получается. Что касается того, что происходит. Но, конечно, климат виноват же. Мы же понимаем, что, конечно, есть ещё северные страны, почему-то там такого с дорогами не творится, но однако же. Ты понимаешь, вот из года в год мы, в общем, и кажется, что хуже уже не было. И в этом году опять кажется, что ну уж такого-то. Да, ну вот теперь у нас шанс появился, очень серьёзный шанс. Город в этом году даже целых два получил шанса. Первый в виде одного миллиарда рублей на дорожное строительство. И это благодаря федеральной программе. Не пришлось изыскивать в муниципальном бюджете. Их просто дали, эти деньги, за небольшое софинансирование. А второй в лице нового главы директора, дирекции дорожного хозяйства. Да, вот оба этих факта тоже хорошие новости. Внушают ли они тебе оптимизм? Думаешь ли ты, что благодаря этим двум факторам всё-таки мы увидим другие дороги? Я думаю, миллиард нужно раздать людям на ремонт автомобилей. Потому что плохие дороги – это тоже хорошие новости. Во-первых, вот я сейчас ехала, опаздываю. Все едут со средней скоростью 12 км в час. 12 км в час. Во-первых, это же снижение аварийности. Во-вторых, люди, матерясь себе под нос, они же вот эти негативные эмоции куда-то в никуда девают. И это значит, что уже не достанется ни подчинённым, например, у тех, у кого они есть, ни домашним, ни близким, ни друзьям. Мы куда-то их деваем. Более того, те водители, которые умудряются при этом сохранять человеческое лицо... А я хочу сказать, что меня сейчас три машины пропустили, потому что я, как всегда, опаздывала. И не должны они были меня совершенно пропускать. Но им это несложно сделать, во-первых, потому что они закалились в этой борьбе с нашими дорогами. Во-вторых, я ещё раз говорю, проявляются какие-то лучшие человеческие качества. Ну и, в-третьих, скорость 12 км в час позволяет пропускать тех, кто несётся на 30 км в час. Ты понимаешь, это же всеобщее благоденствие. Я считаю, что надо раздать им медали. Сэкономить деньги. Вот это был рецепт, как сэкономить один миллиард. Да. Надо раздать медали нашим всем водителям. Вообще всем как одном. Да, но просто людей нужно поблагодарить за то, что они так вообще в этой ситуации себя ведут. А эти наши уловки и хитрости, и включение вообще природной, я не знаю, смекалки, когда мы ищем парковочное место. А вот это вот всё вместе, понимаешь? Поэтому я считаю, миллиард просто надо раздать. Люди замолчат, будут счастливы. И не надо никакие дороги ремонтировать, всё равно миллиарда не хватит. Вот это хороший, кстати говоря, такой вопрос, на что хватит один миллиард рублей. В применении к нашему городу. Что можно сделать на эти деньги? Есть разные истории. Я знаю, я очень подробно следила одно время за нашими дорогами, как их ремонтировали из ничего, вот примерно из такого же состояния. У меня есть, опять же, съёмки, да, вот эти видеосвидетельства, которые никуда не денешь. И потом там молодая команда управленцев, среди которых были близкие мне люди, почему я, собственно, следила, да, за всем за этим. За 30 миллионов рублей. Света, за 30 миллионов рублей. Это кажется сейчас нереальным. Они сделали весь город. Вот дороги были как зеркало. Понимаешь, они пахали день и ночь, они как-то там изворачивались, им надо было показать, на что они способны. Это чудеса какие-то, да. Конечно, сейчас там 30 миллионов не хватит, даже в силу того, что очень серьёзно выросла стоимость материалов и всего-всего. Но при этом у нас умудряются деньги девать куда-то не туда, а сметная документация, проектная документация направлена на то, чтобы сэкономить. То есть изначально люди либо должны отказаться от работы, которые будут эту работу делать, либо делать её халтурно, да, не докладывать там чего-нибудь, каких-нибудь материалов, не доделывать свою работу и так далее. Ну вот, а иначе они просто в ноль, в лучшем случае сработают, а в худшем минус. Поэтому вот эти все истории, наверное, надо просто менять систему подхода к ремонту дорог, вообще систему, наверное, отношения к состоянию этих дорог. Потому что, когда я читаю про то, как решаются эти проблемы там где-то в развитых странах, у меня захватывает дух. Вот здесь они изобрели там самонагревающийся, обогревающий всё на свете асфальт. Мало того, что, значит, это даже не асфальт, какое-то покрытие резиновое, мало того, что он никогда не сломается, никуда не вылетит, на нём не бывает скользко, снег там сам тает, его не надо вывозить, ну и так далее по списку. Таких изобретений куча, да, это дорого, наверное, употреблять, но давайте с чего-то начинать. Вот не брусчатку везде выкладывать, ну, просто нужно расставлять приоритеты. Может быть, брусчатка тоже хорошая, я не знаю. Нет, ну давай мы всё-таки будем исходить из того, что в этом году у нас не появится. Миллиард — это хорошо. Миллиард — это на самом деле, да, я возвращаюсь к твоему вопросу, миллиард — это очень неплохо, на эти деньги много чего можно сделать. Я не готова сейчас прямо там в цифрах рассказать, сколько километров, и я не специалист. Я обязательно встречусь со специалистами, которые вот объяснят, что можно и нужно делать на эти деньги. Вот, а второй, пожалуйста, фактор. У нас появился новый человек. Ты хотела изменения системы? Я не знаю, появление нового человека может поменять систему или нет. Не может. Ну вот, сейчас разберём вопрос. Ну вот, господин Менькин, который теперь возглавил дирекцию дорожного хозяйства, он следующую фразу... Я видела фотографию Менькина. Да, все видели. Я всем рекомендую. Очень радовались тоже. Очень хорошие и радостные фотографии. Хотелось бы, чтобы через несколько лет кировчане говорили, сказал Менькин, «Вот пришёл человек, и появились дороги». Вот эта позиция. Ну, вот Наполеон пришёл. Ну, почему? Ну, он сказал, что думал, он, судя по биографии, привык веселиться, поэтому это одно из таких, может быть, заявлений эмоциональных. Не обязательно это враньё, и не обязательно это правда. Нет, абсолютно искренние слова. Это просто эмоциональное заявление. У него такая мечта, почему нет? Я бы тоже хотела, чтобы кто-то пришёл, и появились дороги. Но пока этого не случалось. Я даже приблизительно могу себе представить, кто должен появиться, чтобы у нас появились дороги. Ну, например, я думаю, что к приезду президента, например, если он... А президент должен появиться. Ну, мне кажется, да. В назначенный срок. Да, мне кажется, что, конечно, там, допустим, двухчасовое пребывание президента в нашем городе не спасёт наши дороги. А вот, например, двухдневное, да, со временем которого он мог бы, собственно говоря, объехать больше, если бы он захотел, то я думаю, что да, моментально бы откуда-то бы изыскались ресурсы. И, в общем, и даже, да. Ну, он, может быть, вполне себе такой вояши устроит. Мне кажется, Менькин немного не та фигура, вот так честно, если... А как он тут появился вообще? Бизнесмен из Москвы приезжает в город Киров, который, кстати, он называет уже наш город, да. И на 30 тысяч рублей... А ты ему сказали, политехнологи так делать. На 30 тысяч рублей зарплаты, снимая квартиру в чистых прудах, между прочим. Молодец, какой, а? Ну, вообще, уважуха. И ехал человек. А ты, может, он там был в этой квартире, может, и просто... Я не знаю. Ну, наверное, его же спросят. Вот ты, может быть, спросишь, когда... Он скажет, я на чистых прудах живу. Мне кажется, ему просто название понравилось. В Москве чистые пруды, и это круто. Ну, вот это может вселять надежду, что и в чистые пруды и, наконец-то, будет доступ полный. Ну, я думаю, что это не очень зависит, к сожалению, от господина Менькина. Сколько он продержится здесь? Как ему в руку... Слушай, ну, продержаться он может сколько угодно, зависит от того... Ну, просто, если ты говоришь про политтехнологов, он до выборов или и после выборов здесь останется? Он не про выборы приехал. Не про выборы? Нет, он не про выборы. Он про миллиард приехал, я так думаю, да. Про контролировать, как он будет тратиться. А чего кому попало его тут давать-то местным? Это уже они не видели же таких денег, и кто их знает, как они с этими деньгами будут обращаться. Ну, то есть я что-то не заметила, что и миллиард внушает тебе какой-то оптимизм, и господин Менькин относительно дорог. Я еще раз повторюсь, на миллиард можно хорошо сделать дороги. Вот вопрос как раз в том, кто это будет контролировать, как это будет делаться. И мне кажется, что здесь, наверное, нужна такая добрая воля реально людей, которые, собственно говоря, сегодня власть имеют. Потому что даже общественный контроль, к сожалению, не способен это сделать. Я читала специальные отчеты общественников на тему того, как они проверяют дороги. Видно, что ими частично манипулируют те, кому это интересно. Видно, что люди не очень в теме. Видно, что они пользуются теми раскладами, которые им предоставляют. Ну, это неизбежно. И поэтому давайте посмотрим. Может быть, действительно, даже если не весь миллиард уйдет на кировские дороги, я считаю, что кировские дороги серьезно похорошеют, даже если это будет за минусом каких-то процентов. То есть все шансы есть все-таки у Менькина сказать «я пришел, и дороги появились». Нет, у миллиарда есть шанс сказать «я пришел, и дороги появились». У Менькина не знаю пока. Это особое мнение, Елена Шмулевич. Мы сейчас прервемся на рекламу буквально на две минуты, после чего снова в этой студии. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Особое мнение на 101FM Особое мнение Елены Шмулевич, редактор информационно-аналитических программ Рен Киров. У меня голос прорезался. Смотри, как хорошо чувствуется. Да, мне Елена принесла волшебное лекарство, не скажу, какое. Мы договорились не рекламировать. Это травка, да? Вот мы скажем, что это не химическое лекарство. Это она, да. Баночки. Действует мгновенно. Итак, мы переходим к выборам. Определились участники праймери с «Единой России» в Кировской области. Пять человек. Это для наших слушателей. Еще раз напомню, что это Игорь Васильев в Рео-губернатора. Наталья Катаева общественный деятель. Значит, Чурин, младший. Игорь Чурин. Александр, наверное, да? Все-таки. Александр Чурин, да. Владелец «Сельмаша». Промышленник. И директор агрофирмы Среднеевкина Николай Харькин. И ректор Кировского государственного медуниверситета Игорь Шишунов. Набор какой, чувствуешь? Прямо кабинет министров. Чувствуешь, да. А что это такое? Скажи. Вообще, меня, конечно, удивило, что господин Чурин, младший, вдруг на премьерис оказался. Как-то раньше он не был замечен в таких действиях. Что бы это значило? Сын за папу не отвечает. Это могло бы значить какие-то договоренности, может быть, какие-то обмен фигурами. Но я так думаю, что... Ну, достойные кандидатуры, смотри, идут на премьерис. А ты знаешь, да. А я не поленилась, прочитала все биографии. Там, может быть, некоторые лица не очень так вызывают симпатию, но это не от хорошей жизни, на самом деле. Очень достойные люди, каждый из которых проявился в качестве какого-то ньюсмейкера буквально уже во второй половине 2016 года. то есть так неожиданно. Вот прям если ты посмотришь их... Фильмографию, хотел сказать. После того, как посадили Никиту Белых и появилась новая команда, эти люди вышли в паблик активнее. Да, ну, не все из них, некоторые чуть раньше еще, но какие-то интервью с ними стали. Если я просто набрала в новостях и нашла, условно говоря, что где-то тут сентябрь, тут октябрь, и тут декабрь 2016 года, ну, вот как бы основные, да, такие... Во-первых, люди действительно очень все достойные, с хорошими биографиями, с хорошим бэкграундом, и я бы даже сказала, с хорошими мыслями. Я не поленилась почитать биографии, почитать некоторые интервью. Мы понимаем, что не всегда люди говорят то, что думают, и не всегда думают то, что говорят, но однако же даже декларация каких-то хороших мыслей, там, условно говоря, да, она тоже... Тот же Александр Чурин мне по интервью очень понравился. Совершенно не глупый, адекватный, достаточно молодой человек, да. Вот. Тут тебе и врач. Тут тебе и... Ну, мы понимаем, да. Тут, кстати, Наталья Катаева, которую ты назначила общественным деятелем, так она и... Она есть общественный деятель и очень уважаемый общественный деятель. Она специалист в сфере ЖКХ, вот, ну, помимо прочего. Ну, в общем, ещё раз повторюсь, и все эти люди как один, они создают впечатление, вот это сейчас моё личное мнение, да, такое, я просто много видел людей в своей жизни, постоянно, там, чуть не каждый день общаюсь с новыми людьми. Все эти люди создают впечатление людей очень взвешенных, практичных, парагматичных и в хорошем смысле управляемых. То есть это вот не те люди, То есть они не могут стать членами команды. Ты в этом смысле говоришь управляемый. Они могут стать членами команды, а более того, это, ну, не те люди, которые пойдут и скажут, а не избраться ли мне завтра в президенты, ребят? Чем я плох? Ведь всё у меня в хозяйстве, вот это не те люди. Да, это вот такие, люди как раз, которые на себя много не берут. Командные игроки, да? Да, да, да. Ну, то есть вот губернаторами они не собираются стать, как мы понимаем. Ну, и таким образом мы понимаем, что именно Игорю Васильеву будет оказано доверие на партии. Ну, давай смотреть. Вот ты знаешь, мне, это хорошая новость. Вот то, что не про Игоря Васильева, а про то, что мы сейчас всё это обсуждали. Потому что вот, например, с Игорем Васильевым я общалась, как и ты, неоднократно, и он производит на меня хорошее впечатление. Вот что бы там, кто ни говорил, человек, он очень адекватный, человек, он хороший и искренне хочет, чтобы всё кругом было хорошо. Но вот мы знаем, кто играет короля. И вот со свитой у него реальные проблемы. Ну, вот на мой взгляд. Там есть пара-тройка симпатичных мне лиц. Оно в целом создаётся впечатление, что это вот что-то откуда-то как-то вот, ну, ну, очень сборная такая вот, да, солянка, которая, помимо того, что и каждый в отдельности, вызывает вопросы. Ещё раз повторюсь, не каждый, но многие. А уж все вместе, они вообще непонятно, как должны работать. И вот в этом смысле история про формирование команды на пороге каких-то новых, да, дел, ну, это очень правильное, хорошее решение, по мне так. потому что, по моим ощущениям, ему не хватает вот такой вот поддержки. И губернатор, я уже 300 раз говорила, так же, как любой представитель власти, такой публичный и политический, но не обязан всё на свете знать. А вот иметь специалистов, хороших по любому поводу, он должен. Вот пока мы этого не видим. Ну, я не вижу. Ну, тогда, наверное, кандидатуры, которые выдвинулись на праймерис, вот такая хорошая команда, как ты говоришь, это, скорее всего, грамотные действия политтехнологов, которые приехали и работают сейчас по заявленной уже предвыборной кампании Игоря Васильева. по словам политтехнологи реально там неплохие, но я бы не стала прям всё на свете им приписывать. Я полагаю, что, наверное, и Игорь Васильев понимает, что ему нужна поддержка в плане там специалистов, каких-то людей, которые в свою очередь пользуются поддержкой, кировчан, и я бы не стала это всё на политтехнологии списывать. Возможно, возможно, но я думаю, что здесь не расходится слово с делом, я так надеюсь. Какие перспективы у этих людей, которые сейчас стоят в одном ряду с Васильевым на праймерис? Что они останутся на своих местах, они могут получить в дальнейшем должности? Что они могут получить в дальнейшем должности, они могут получить как минимум предложение занять эти должности, они как минимум могут стать советниками, и если это действительно реально там хорошие специалисты, то это уже хорошо. Я уж не говорю о том, что их статус в общем серьёзно повышается, мы понимаем, что там ещё вчера про них никто не слышал, а сегодня мы изучаем их биографии. Тоже неплохо. Ну вот, кстати, говоря ещё о каких-то вещах, которые добавляют вес в глазах разных групп избирателей Игорю Васильеву, буквально в выходные пришла новость, которую распространил официальный сайт правительства Кировской области, о том, что патриарх московский в Северусе Кирилл вручил Игорю Васильеву награду. Это орден Русской Православной Церкви Святого Благоверного Князя Даниила Третьей Степени, не за деятельность Кировской области, а за какую-то другую. И дню рождения. И дню рождения. Ну вот это такой, ты думаешь, протокольный момент или всё-таки это тоже часть предвыборной кампании? Здесь вот Церковь говорит, мы доверяем этому кандидату, учитывая там статус и влияние Церкви уже и в политической жизни нашей страны. Я считаю, что там очень красивая фотография. Прекрасная фотография, я с тобой совершенно согласна. Хорошие лица. Оба хорошие. Да, и хорошая, хотела сказать, декорация, она, наверное, меня могут обвинить в неуважении к чувствам. Ну, я всем рекомендую зайти и посмотреть на сайт правительства эту фотографию. Ну, я не знаю. Ну, к той части, которая религиозна, мы ведь понимаем, что не все религиозны. Возможно, это аванс. Я допускаю, что это даже, с одной стороны, это, наверное, часть предвыборной кампании, а с другой стороны, это аванс, который, наверное, Игорь Васильев оправдает, судя по тому, как он, в общем, носится с церковными делами. А он носится с церковными делами? Ну, не носится, но, по крайней мере, он с уважением и декларативно с уважением относится к этому. Ну, он, как светский руководитель, мог вообще ведь этого не замечать. Но, с другой стороны, наверное, не мог, потому что где-то же звучало, что он на какую-то службу ходил, и он об этом говорит. То есть, с другой стороны, у нас ведь это принято, в общем, в последнее время, да, то есть, это как бы часть имиджа руководителя, что мне не совсем понятно, мне кажется, что светское государство всё-таки должно оставаться светским, как минимум из уважения к многонациональному нашему народу. Вот, да, но, опять же, дело хозяйское. Всё равно, мы понимаем, что большинство людей православные, да, и там, ну... Ну, благословение это святейший патриарх дал Игорь Владимирович, потому что он пожелал ему благословенных успехов на благо Кировской области и её жителей. Ну, а что, он сейчас руководит Кировской областью. Ты хочешь вот подвох найти, что он бы уже назначил губернатором? Никаких подвохов. Я не вижу вообще альтернативу Игорю Васильеву. Мы только что обсудили список достойнейших людей, которые заявились на правильный... Да, но мы ещё не дошли до единого кандидата от оппозиционных партий, потому что ведь вот Сергей Павлинович Мамаев сказал, что вполне мог бы быть единый кандидат. И вот сейчас мы знаем, что Кирилл Черкасов выдвигает свою кандидатуру и занимается предвыборной кампанией. Больше пока никто не выдвинулся из оппозиционеров, да, ни Справедлива Росса, ни КПРФ. Почему-то. А почему они не выдвинулись? Мамаев ещё не заявил, что он идёт на выборы. И тут не заявил. И Справедлива Росса не заявил. Он сначала должен заявить, что народ его попросил. Ты же знаешь, как это бывает. Он всегда это говорит. Если попросит, то я пойду, конечно. Если попросит, то я пойду. Но попросит его кто-нибудь знакомый ему. Да, не так много времени у нас тоже что-то скажешь насчёт единого кандидата от оппозиции. Это вообще возможно в наших условиях? Не знаю. Кандидат возможен. Насколько он единый, не знаю. Вообще, я ещё раз повторюсь, я не вижу сильного оппозиционного кандидата какого-то серьёзного. Черкасов. Черкасов. Что Черкасов? Не сильный, не серьёзный кандидат. Всё чаще, кстати, стал появляться в СМИ. Приезжает очень часто. Я сейчас назову людей, которые часто появляются в СМИ. Они сразу кандидаты к губернатору, что ли? Не считаешь. Я думаю, что его маловато знают в Кировской области. Я недостаточно хорошо знаю этого человека, его там устремления, мысли, мозги, идеи и так далее. Поэтому я не готова его оценивать, там он плохо или хорош. Оценить то, смогут ли собраться наши оппозиционные партии. Если я его недостаточно знаю, будучи всё-таки в каких-то передовых рядах общения с политиками, пусть не самых передовых, я в последнее время стараюсь от этого немножко отходить. Но тем не менее, мы понимаем, что и люди его не знают. Понимаешь? Ну, за него пойдут голосовать те, кто пойдёт голосовать против Васильева. Ну, давай больше скажем. За него пойдут голосовать те, кто пойдёт голосовать против Единой России. Но в этой ситуации всё-таки я бы, наверное, не знаю. Я не вижу сильного кандидата, ещё раз повторюсь. Ну, последняя новость. Хорошая тоже. Мы начали с праздников. Праздниками закончим. Три минуты у нас до завершения эфира. На праздник у нас осталось три минуты. Да, на праздник. Быстро очень. Давай завершим тоже хорошими новостями. У россиян появился новый праздник. Появится. День кошек? День садоводов. Садоводов. Об этом сказал официально Иосиф Кобзон, который, оказывается, не только прекрасный приветств, но ещё и известный общественный деятель, попечитель Союза садоводов, который возглавляет. А то я не знаю. Как ты знаешь, Олег Валенчук. То есть нам обещан новый праздник. И это же прекрасно. Это прекрасно, конечно. Печально, что мы всё продолжаем сами себя обеспечивать едой. Но в ситуации, когда люди, я не знаю, 90, наверное, процентов, ну 70 точно, вот просто вынуждены выращивать на своих огородах то, чем они будут питаться потом частично полгода или даже больше. Но в этой ситуации им помощь нужна. Вот я ничего плохого в этом не вижу, кроме хорошего. А уж то, что праздник, ну я не знаю, будем там картошку наряжать, морковку на неё вешать. Вообще, может быть, всё очень весело и красиво. Это такой праздник, его можно сделать очень красивым, декоративным. Я люблю вот это вот всё. Ну что касается продовольственной обеспеченности населения, действительно, то вы тут созвучны с Игорем Владимировичем, нашим в Рио, который принял участие в конференции «Законодательная поддержка садоводов в России». И позволь процитировать его, он говорит, «Продовольственная безопасность государства – вопрос стратегический, и поддержка садоводов – это один из элементов её обеспечения». Да, это правда, это печально. Когда это звучит. Это печально очень, потому что не садоводы должны обеспечивать стратегическую безопасность продовольственную, безусловно, потому что мы живём всё-таки не в XIX веке, не в XVIII, не в XVI. И в этой ситуации хотелось бы, конечно, видеть развитое сельское хозяйство, на которое тратятся умопомрачительные деньги. Ума помрачительные, у нас никто таких инвестиций не получает. Но давайте мы задумаемся, что, может быть, что-то мы не так делаем. Вот. Ну, вот. Но мы имеем то, что имеем, и слава тебе, Господи, что люди могут прокормить себя сами. Вот. Ну, только можно их за это поблагодарить, выразить им своё уважение, потому что я вот представляю, что такое стоять кверху попой на грядке, так вот я этого делать не умею и не хочу. А у людей нет выбора. И это печально, да, но помогать им надо. Ну, вот. Так, мне кажется. Будем праздновать. И праздновать тоже будем. Придумаем красивый праздник и будем праздновать. Это особое мнение Елены Шмулевича. Была редактором информационно-аналитического вещания Рен Киров. У микрофона была Светлана Занько. Всем до свидания. До свидания. Спасибо. Особое мнение на 101FM.